Здравствуйте, уважаемые телезрители! Очередную программу телевизионного цикла «Русский мир» мы снимали в Боснии и Герцеговине. Например, здесь, в Сараево, война идет уже более четырех лет, но для нас, в России, она продолжает оставаться неизвестной. Хотя уже три года российские десантники находятся здесь сначала в составе миротворческих, а теперь уже Международных сил по поддержанию мира на Балканах вместе с натовскими дивизиями. За это время на сербских кладбищах появилось и несколько десятков русских могил. Добровольцы из России воюют здесь вместе с сербами уже более ста лет. Так выглядит Сараево с линии разделения. Еще несколько недель назад здесь проходил передний край сербской обороны. Любой, кто тогда попробовал бы снять панораму города с этой точки, был бы наверняка убит снайпером. Сегодня здесь не стреляют. Вместо голубых касок в Сараево введены подразделения Международных сил по поддержанию мира, Айфор. Российских десантников с эмблемой ООН на рукаве вежливо попросили вернуться на свою базу в Рязань. На месте бывшего передового поста нашего батальона остался лишь обгоревший корпус русского бронетранспортера. Его сожгли мусульмане противотанковой управляемой ракетой. К счастью, экипаж в тот момент находился в соседнем здании. Единственное, что напоминает о находившихся здесь русских солдатах, это надпись, сделанная нашими ребятами на одной из улиц в сербских кварталах Сараево. Сейчас, на основании дейтонских договоренностей, этот квартал уже отошел к мусульманам. Оставаться здесь, по мнению сербов, равносильно медленной смерти. Мы снимали здесь в те дни, когда эвакуация шла полным ходом. Как очевидцы, можем засвидетельствовать, что люди вывозили отсюда все. От дверных косяков и черепицы с крыш до гробов с останками своих близких. Сегодня, когда вы смотрите нашу передачу, этого православного кладбища, на котором 16 могил русские, уже не существует. Сербы увезли своих покойников, опасаясь, что оно будет так же осквернено, как и сотни православных кладбищ по всей Боснии. Когда сербские власти приняли решение о переносе этого кладбища, то было объявлено, что останки русских добровольцев будут вывезены в первую очередь. Русские подразделения считались лучшими в армии боснийских сербов. Их бросали на самые тяжелые и опасные участки. При этом в плен русским попадать было нельзя. Если ранил и не смог застрелиться, кожу снимут с еще живого. Это семья Селиверстовых, Александр и Елена. Она была садоинструктором. Ночью в блиндаже их одной очередью расстреляли мусульманские диверсанты. Елена была на шестом месяце беременности. Всего же только в Боснии погибло около 40 русских добровольцев. А за все четыре года войны в бывшей Югославии воевало более 300 наших соотечественников. Почти все были ранены, есть инвалиды. От боснийских сербов они получают скромную пенсию. Не все добровольцы, которых мы встретили в Боснии, решались говорить с нами, тем более перед камерой. За годы войны слишком много неправды писали о них в нашей прессе. Я русский. Около года назад я приехал в Сербию, в Боснию, чтобы помочь своим православным братьям в их, по моему мнению, праведном деле. Я сам офицер, 11 лет прослужил в вооруженных силах Советского Союза и думал, что мой хоть и небольшой опыт принесет какую-то пользу славянам. Сам я родился в Москве. В детстве никогда не думал и не задумывался о значении православия и славян. Но в последнее время мне просто действительно стало обидно за нашу нацию. Сейчас очень много говорят, да и раньше, наверное, говорили о том, что здесь воюют плачники. Наемники. Русские никогда не были здесь наемниками. Мы не получали денег, мы воевали за идею и за свою веру. Вы не жалеете? Нет. Русские добровольцы получают здесь столько же, сколько сербские добровольцы. Значит, формально это 40-50 динар в месяц. То есть это примерно 10 долларов в месяц. Значит, но дело в том, что этих денег по полгода и больше не видят добровольцы, потому что, ну, тяжелое положение в республике и задерживают выплату денег. Ну, зато рис и фасоль, то есть рис и фасоль еда, не слишком там, конечно, такая разнообразная еда, бесплатная курева, бесплатные, значит, боеприпасы, ну, и пуля в лоб тоже все бесплатно. Конечно, вот в том, что здесь ребята наши воюют и гибнут, и в этом искупление. Искупление греха России, точнее говоря, греха правительства России перед теперешней Сербией, которая, в общем-то, предана, будем так говорить. В конечном счете, здесь сошлись три воли, три интереса. То есть здесь католический Запад и Америка, здесь мусульманство Турция и здесь православие России. В русской церкви Святой Троицы в Белграде установлена мемориальная плита с именами погибших добровольцев. Внизу короткая надпись «Полегли за сербов». Впервые русские пришли на помощь сербам в середине 70-х годов прошлого века. Тогда на Балканах вспыхнуло восстание против Османской империи. Все европейские державы отвернулись от сербов, все кроме русских. При помощи Славянского комитета в Сербию отправилось более 4 тысяч русских добровольцев. Постоянно шел сбор пожертвований на борьбу единоверных братьев-славян за освобождение от иноземного ига. О тех временах напоминает храм святого благоверного князя Александра Невского в югославской столице. Все богослужебные книги, облачения и священные сосуды этот храм получил от походной церкви русских добровольцев. В начале века большие пожертвования на храм сделал император Николай II, почитаемый здесь как мученик. Среди русских добровольцев было много профессиональных военных. Особым уважением в Сербии пользовались генерал Черняев и полковник Раевский. Любопытно, что Николай Николаевич Раевский послужил прототипом Алексея Вронского в романе «Льва Николаевича Толстого» «Анна Каренина». В конце романа Бронский уезжает добровольцем на Балканы и где, как известно, погибает. На этом фото – Свято-Троицкая церковь. Она построена в 1903 году стараниями сестры Раевского Екатерины Николаевны на месте гибели своего брата. Осколок турецкого снаряда попал ему прямо в голову. Сначала его похоронили здесь, в Сербии, а спустя несколько лет его прах родные перевезли на родину. В военном музее Белграда до сих пор хранится много боевых наград, которые вручались добровольцам во время войны с турками. Тогда же впервые в сербской армии был введен и обычай отличившихся офицеров награждать почетным боевым оружием, как это было принято в России. Здесь же находятся боевые знамена русских добровольческих частей, а также нагрудные знаки и ордена, например, Йоргий четвертой степени, знамя отдельной Орловской дружины. Национальные почтовые марки на сегодня – один из немногих, но крайне ярких символов Республики Сербска. На них особо почитаемые иконы, например, Святой Стефан, день, когда отмечается его память – главный государственный праздник в Республике. Среди древних монастырей, изображенных на марках, есть и недавно разрушенные, есть и те, кто еще строится. Это соборная церковь Христа Спасителя в бане Луки. Она возбудется на месте Свято-Троицкого храма, который был взорван хорватскими фашистами устышами в 1941 году. Сегодня на землях, отошедших Хорватии по Дейтену, православия как такового не осталось. Священники архиереи бежали вместе с народом в Сербию. В Пакарце хорватскими националистами была разграблена резница и музей. Полностью уничтожена одна из лучших православных библиотек в Сербии. Там хранились уникальные, начиная с XIV века, сербские, греческие и русские книги. Кроме того, некоторые православные храмы сильно пострадали во время натовских бомбардировок. Стыд и позор. НАТО, как мировая сила, обрушилась на маленькую Сербию. По всей видимости, нас очень боятся. Без военной поддержки НАТО хорватам и мусульманам никогда бы не отобрать у нас наши святыни. Мы защищаем возможность оставаться самими собой на своей земле. Но бомбы оказались сильнее. Однако самым тяжелым для нас стало не потеря территорий, а раскол внутри сербского народа, который разделен сегодня по политическому партийному принципу. В Сербии, в Союзной Республике Югославии, у власти настоящие коммунисты худшего образца времен Тита, как бы они себя не называли сегодня. В этой трагической ситуации я вижу предостережение и урок, в первую очередь для русского народа. В ноябре 1995 года Архиерийский собор Сербской Православной Церкви осудил позицию президента Милошевича, который не выполнил условия соглашения с босинскими сербами, не пожелав отстаивать их интересы в Дейтоне. Хотя он клятвенно обещал это лично Родовану Каражичу в присутствии патриарха Павла, который сегодня снял свою подпись по трехсторонним соглашениям. Торчащие из окон трубы буржуек и дрова на балконе – типичная картина любого города в сербской Боснии. Эти кадры мы снимали в районе города Фочи в Герцеговине. Вы видите результаты налетов американской авиации. Бомбардировки начались после провокации со взрывом гранаты на Сараевском рынке. Разбираться тогда не захотели. Российский КАМАЗ в разрушенном сербском селе. Очень похоже на Чечню. Разница небольшая. Здесь получше дороги, нет заборов, а дома непременно с балкончиками. Сегодня в Боснии нет семьи, где не было бы раненых или погибших на этой войне. Этим людям повезло. Для них война уже закончена, и они вернулись в свой дом, а точнее, в то, что от него осталось. Что Запад хочет от нас? Что он вообще забыл здесь на Балканах? Называли нас агрессорами, а теперь мы оккупированы. Мы воевали четыре года, защищали свою семью и свой дом. После Дейтона нас столкнули в неизвестность. Что будет дальше, никто не знает. Это один из множества лагерей для беженцев. Расположен в здании средней школы. Сегодня, спустя пять месяцев, после последнего исхода сербов, здесь проживает более ста человек. В каждом классе человек по 20-25. Сейчас у них нет ничего, ни имущества, ни еды. Только овощной суп один раз в день. Топят буржуйкой, как при Гитлере. Многие бежали в легколетней одежде, не имея даже возможности что-то захватить с собой. Нападение было столь внезапным, что на элементарные сборы не было ни минуты. Лишь некоторые успели покидать что-то в свои повозки, в которых они и спят до сих пор, несмотря на минусовую температуру. Старики Тополович, Секила и Десенко. На своем веку они уже в шестой раз спасаются бегством со всей семьей. Трижды это было при фашистах и столько же за последнюю войну. Их сыновья погибли. Осталось с Нахай трое внуков. Старшему 10, а младшему 6 лет. Что делать дальше, они также не знают. Вы спрашиваете, где мы учимся, а они где? Школа-то есть, да учиться в ней нельзя. Мы живем, спим, едим в классах, но у нас нет ни учебников, ни учителей. У нас теперь нет ни земли, ни денег, ни материалов, ни инструментов. А ведь надо как-то жить, строиться, пахать землю. Оба моих сына, офицеры, погибли. На этой войне я потерял все. Имущество бросил в Санском мосте. Там жили много сербов, теперь единицы. У меня не осталось ничего. Стою здесь уже какой день, хочу хотя бы получить исподнее, пусть и не новое. Ничего у меня нет, да что говорить. Мы жили в Санском мосте, бросили все, что нажили. Теперь вот мыкаемся вдвоем с бабкой. Жизнь практически кончилась. Каждый день у этого здания выстраивается очередь за гуманитарной помощью. Сегодня здесь почти никого нет, суббота. Выдают только особо нуждающимся. Это один из 20 пунктов православного благотворительного общества «Сербских сестер милосердия» в Боснии. Посылки идут главным образом из Греции и через православные общины сербской диаспоры. О гуманитарной помощи из России из вежливости промолчали. Самая большая проблема сегодня – детское питание, особенно для малышей от месяца до четырех. Кладбище на окраине бани Луки. Здесь хоронят беженцев. Большая часть могил появилась здесь в первые дни после исхода 1993 и 1995 годов. Как правило, хоронят здесь не в гробах, которые стали непозволительной роскошью, а в длинных ящиках из четырех досок. Только крест и имя. Здесь лежат в основном мирные, ни в чем не повинные люди. Очень много детских могил. Когда хорваты оккупировали Краину, только в наше родильное отделение поступило 120 пациенток. Несколько детей родилось прямо на дороге, в повозках. Это был какой-то кошмар. Такая уж судьба сербов – родиться в дороге, а умереть в поле. За всю зиму в операционных центральной клинике бани Луки воздух не могли прогреть выше 5 градусов. Мазута нет. Он считается стратегическим сырьем, на который наложена международная эмбарго. А электричество на ночь отключается. Катастрофически не хватает элементарных лекарств. Из-за всего этого роженец вынужден выписывать уже на второй или третий день. Смерть и могилы – печальный итог любой войны. Раньше, на этом месте, в бане Луки, рядом с дворцом спорта была танцплощадка. Теперь здесь кладбище. Сотни и сотни солдатских могил. Мы расскажем только об одной. В ней лежат четыре друга. В бою все были ранены, попали в плен. Когда хорваты жарили их на костре живьем, то транслировали их крики через армейские громкоговорители на передовые окопы сербов. Потом трупы обменяли. Мы снимали в самый обычный день. Аккуратные надгробья, цветы, свечи. Для сербов – родные могилы понятия святое. Когда в теленовостях показали, как сараевские сербы увозят с собой полуислевшие гробы, то многих и в России на Западе это вызвало шок. А здесь, в Боснии, к этому уже давно привыкли. Когда мы встречались с Ардованом Караджичем, он взял довоенную этническую карту Боснии и Гасаговины и сам пробил на ней новые дейтоновские границы. Синий цвет сербы, зеленые мусульмане, хорваты розовые. На тех землях, что остались за этой черной линией, сербов больше нет. Когда они окончают, но уйдут из Сараева, делить уже будет нечего. Идея Боснийской Федерации полностью утратит всякий смысл. У нас нет политической оппозиции, потому что руководство Республики Сербской целиком на стороне своего народа, а не на службе у некой идеологии, цель которой воплощение в жизнь очередной социальной модели. Наше единство основано не на защите каких-то политических ценностей, коммунистических или капиталистических, а на отстаивании права нашего народа оставаться самим собой. Если бы в основе наших действий не лежали национальные, духовные, религиозные мотивы, то ресурсы народа были бы очень быстро истощены, и мы давно бы уже пропали. Никакая политическая идея, никакая идеология не смогла бы мобилизовать наш народ на борьбу против неприятеля, который был на порядок сильнее нас. Только идея национальной свободы и независимости, особенно проявившаяся перед угрозой геноцида, помогла нам с честью выдержать 3,5 года этой тяжелой войны. На чем основаны мотивы Запада, когда вас и генерала Младича пытаются осудить как военных преступников? Запад совершенно не скрывает свои намерения. По сути, их два. Во-первых, исключить мое и генерала Младича участие в переговорном процессе. Так будет гораздо легче добиться тех целей, которые они перед собой поставили. И во-вторых, исключить нас из политического процесса, который будет развиваться, когда война уже будет окончательно завершена. Тем самым ослабить республику Сербскую, скомпрометировав ее руководство, а также резко снизить возможное участие сербов в формировании послевоенной Боснии и Герцеговины по сравнению с мусульманно-хорватской федерацией. Все это наш народ хорошо знает, и мы в этом смысле имеем надежную поддержку, понимание и согласие в нашем обществе. Я бы хотел сказать мои приветы русскому народу и сказать, что русско-сербская дружба будет навсегда. Нам российский народ помогал в этой войне, но я надеюсь, что придет время, когда нам не нужна помощь, а нам нужно сотрудничество. И я думаю, что мы никогда не забудем, что случилось через историю и через эту войну, и что у нас навсегда великий друг и приятель русский народ. Мемориальное кладбище под Солониками в Греции. Здесь похоронено около 22 тысяч солдат, сербов, французов, англичан, итальянцев. В 1918 году они погибли при прорыве Солоникского фронта. После этой операции началось освобождение Сербии и Черногории от австрийской оккупации. На мраморных крестах четыре сотни фамилий русских солдат и офицеров из специальной российской бригады. В этой часовне похоронены и 10 советских воинов. Бежав из плена, они сражались в Греции против фашистов. В Красной армии медали за освобождение за всю историю Великой Отечественной войны давали только за три города – Белград, Варшаву и Прагу. Остальные мы брали штурмом. Сегодня российские войска снова на Балканах. Но теперь уже в новом для них качестве – в составе международных сил по поддержанию мира. Главное командование сосредоточено, хотя и с определенными оговорками, в руках натовских генералов. Самое страшное, что может случиться с нашими десантниками – это приказ применить силу против сербов. Такого в истории наших народов никогда не было и, надеемся, никогда не случится. Ни один русский солдат не был убит сербской пулей и наоборот. Ну а пока совместная с американцами работа. Разминированию после схода снега подлежат огромные территории. Постепенно идет обустройство. Проблем, особенно бытовых, больше, чем достаточно. Натовские офицеры связи выглядят вполне компанейскими ребятами. Однако приказы отдают не они. Очередной эпизод нашей программы мы снимали на самом юге Герцоговины в православном монастыре Твердош XIII века. Это одна из древнейших сербских православных обителей. Сербы живут на этих землях уже 900 лет. Здесь нет и никогда не было ни мусульман, ни хорватов. Однако под Эйто, но эти земли самые плодородные в Герцоговине для сербов будут потеряны. Как рассказал нам один из наиболее уважаемых архиереев сербской церкви, владыка Атанасия, вместе с этими землями к мусульманам отойдут и несколько старинных православных монастырей и 34 церкви, которые наверняка будут тут же осквернены и взорваны. Сербов будто бы сломали этим соглашением благодаря предательству сербского руководителя Милошевича, который одно время будто бы был вождем сербов, а потом сдался и поставил самый большой полтрон западной тоталитарной политики, чтобы он оставался на власти. Из его, как коммунистов, не можно было ожидать ничего больше, потому что ни карактер, ни человеческий, ни христианский, ни сербский, еще меньше православный в его, сербов не сломали. Дух сербов чувствует, что мы баромцы против зла тоталитаризма. Тоталитаризм свойствен с всякой власти. Дьявол тоталитарен. Бог совсем нетоталитарен. Почему? Потому что Бог свободит. Россия может от сербов учиться, чтобы не пришла в эту позицию, в которой мы сейчас находимся. Не слишком идти за западом. Не надо воевать с западом, но не надо починять с западом и учиться даже с западом. Хорошо, запад имае цивилизации, имае технику, но есть другой опыт жизни, другое чувство, что мы тут в Божьем мире не по образцу Америки. Одно из главных впечатлений нашей поездки в Боснию и Герцеговину это то, что все здесь крайне измотаны и устали от войны. Десятки тысяч погибших, сотни тысяч беженцев, патриотический подъем закончился, часть территории утрачена, война с НАТО бессмысленна. Казалось, все потеряно, но ощущения подавленности нет. Это мы поняли, побывав в храме на празднике святого Сауэ, просветителя Сербии. Праздник считается школьным, и в этот день в церкви собираются в основном дети. В России такого пока еще нет, а вот в республике Сербской закон Божий официальная дисциплина в средней школе. Православная вера и любовь к родине – это все, что у нас осталось, говорили нам сербы. Они знают, что именно это дает им свободу и силу, чтобы выжить сегодня и надежду на будущее для своего народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова